Твою мать Мы прозвали! День съемок киномылы поодин дома, иронично Поехали! Здесь никого не забыли? Ау? А где все? Доставка ваша пицца Оставь ее на пороге и убирайся Ага, конечно С вас 983 рубля и 74 копейки Родячей у меня нету слишком Оплата была произведена давно Теперь проваливай с глаз моих долой Повторяю, с вас 983 рубля и 7 Если ты сейчас же не замолчишь То очень горько об этом пожалеешь Один Два Расслабься Если бы ты посмотрел в чек заранее То увидел бы, что Чак оплатил заказ онлайн через Сбербэй Конечно! Мне не хватало еще эти копейки пересчитывать Как раз, готовясь к Новому году Я быстро оплатил покупки через Сбербанк онлайн Вон, полный елк подарков Тем более, Сбербэй не передает мои данные сторонним сервисам Это же нужно постоянно таскаться с картой Вводить данные, смски получать Ты в каких 90-х утонул? Сейчас ничего вводить не надо Если у тебя есть приложение Сбера и карта, то все сделаешь в два нажатия А при оплате Сбербэй до 29 января Можно получить до 100% бонусами от суммы покупки И выиграть 500 тысяч бонусов для последующих покупок А теперь кивни, если понял А теперь скажи, ты кивнул? Да, сэр Ну, Сбербэй Облегчил мне жизнь Закажу еще подарков на Новый год А где он? По ссылке в описании убежал Сбербэй Праздничное приветствие Новый год и Рождество, наверное, для многих из нас самый любимый период года Я практически уверен, что у каждого из нас есть список фильмов, которые мы каждый год пересматриваем именно в декабре Но моим главным фаворитом было и остается «Один дома» Потрясающая комедия, в которую никто не верил «Один дома» — один из важнейших кассовых хитов всех времен. 480 миллионов долларов в бокс-офисе при бюджете 18. Мировой рекорд. Да что там сборы. «Один дома» навсегда останется главным рождественским фильмом для многих. Хотя мало кто верил в этот проект в конце 80-х. Картина была создана сценаристом и режиссером Джоном Хьюзом, автором главных подростковых комедий 80-х, таких как «Шестнадцать свечей» и «Клуб завтрак». Идея франшизы «Один дома» пришла к нему во время сборов в отпуск. Джон решил составить список всего, что ему нужно будет взять с собой в поездку, и на всякий случай вписал в этот список своих детей. Именно так и зародилась мысль о МакАлистерах. «А что бы я делал, если бы мой ребенок остался один дома?» Хьюз также задался вопросом, чего больше всего боится одинокий ребенок дома. Конечно же, воров. Именно с такими простыми мыслями он сел и быстро набросал 8 страниц Тритмонта, которые позже перевел в полноценный сценарий. С этого началась простая и умилительная история создания одной из главных рождественских комедий. «Один дома» Вообще, в индустрии Хьюз славился своей скоростной продуктивностью. К примеру, один из его самых культовых фильмов «Клуб завтрак» он написал за два дня. А на пике своей карьеры он мог писать по сценарию каждые выходные. Именно поэтому после смерти Хьюза в 2009 году осталось множество его неизданных работ. Хьюз решил в этот раз не снимать картину самому по собственному же сценарию, а отдать должность режиссера своему товарищу и на тот момент начинающему постановщику, но уже состоявшемуся сценаристу Крису Коламбус. К этому времени Крис Коламбус был в ужасном карьерном положении. Он снял «Провальные отели разбитых сердец» и уже был убежден, что ему больше не светит быть режиссер. Позже он не раз заявлял в интервью, что считает Хьюза человеком, который, по сути, вернул его в кино. Джон был одним из двух людей, который оказал самое большое влияние на мою карьеру. Вторым был Стивен Спилберг. Когда я отчаянно нуждался в работе как режиссер, Джон прислал мне сценарий «Один дома». Джон верил в меня тогда, как никогда больше не верил. Фильм «Один дома» полностью изменил мою жизнь и карьеру. И я всегда буду ему за это благодарен. После немногочисленных правок Крис и Джон пришли к выводу, что сценарий полностью готов и его можно нести в студию. Кстати говоря, именно Коламбус предложил добавить фильм «Старика Марли», чтобы внести в фильм толику серьезности и сделать концовку наиболее эмоциональной. За финансированием обратились к главе студии «Орнер Бразерс» Бобу Делли, который сразу же скептически отнесся к этой идее. Его смутило, что это по сути комедия одной локации с ребенком в главной роли. К тому же главный герой – маленький садист. В то время экранами правили такие звезды, как Клинт Иствут, Арнольд, Шварценеггер, Сильвестер, Сталлоне. Именно они приносили кассу. Но Хьюз убедил студию, что им много денег не понадобится, и они смогут снять этот фильм всего лишь за 10 миллионов. Боб Делли дал добро, посему настало время кастинга. Кастинг-директор Джанет Хиршенсен вспоминает, что главная роль была написана специально для юного Макалея Калкина. Он был невероятно очаровательным в «Дядюшке Баке». Джон Хьюз был режиссером этого фильма, и после того, как увидел, насколько Макалей талантливый, он с самого начала знал, что пишет «Один дома» именно под него. Но все же Крис Коламбус настоял на том, чтобы были организованы прослушивания детей, так как считал, что это его режиссерский долг. Да и мало ли, может найдется кто-нибудь еще более харизматичный. Одним из условий отбора было то, что ребенок должен был верить в Санту. А Калкин не только был талантливым мальчишкой, но и верил в новогоднее волшебство, что сделало его еще более подходящим кандидатом. И в итоге Коламбус с ним встретился и окончательно утвердил на роль. Роберту Де Ниро было предложено сыграть одного из бандитов Гарри, но тот отказался, посчитав, что на тот момент для его карьеры роль была слишком несерьезной. Зато согласился не менее харизматичный актер Джо Пеши, с которым связано много курьезных историй со съемок «Одного дома». Роль второго бандита досталась Дэниелу Стерну, но произошло недоразумение. Изначально Стерну обещали, что съемки его сцен займут шесть недель, но в итоге график пришлось продлить до восьми. И из-за маленького бюджета доплатить за эти две недели у продюсеров не было возможности. Поэтому Стерн решил покинуть проект. На замену пригласили актера Дэниела Роубока, но спустя два дня репетиции Коламбус спал в отчаянии. Он понял, что между Пешей и Роубоком нет никакой химии, и было принято решение вернуть Стерна. Слава богу, они вернулись за мной, иначе я бы всю жизнь жалел, что упустил такую возможность из-за своей алчности. Когда основные актеры были утверждены, настало время Крису собирать съемочную команду. Вместо того, чтобы назначить мастеров своего дела, Крис решил обратиться к своим товарищам по прошлым студенческим проектам, у которых было не так много опыта в индустрии. Оператором картины стал Хулио Маккот, который до этого никогда не работал над большими голливудскими картинами. Маккот настолько переживал, что не справится со своей работой, что в любое свободное время пересчитывал книжки по операторской работе и пересматривал старые фильмы и мультфильмы в поиске референсов. Но в итоге он великолепно справился со своей работой и особенно отличился на съемках каскадерских трюков, используя миниатюрные камеры. Главным монтажером картины стал Раджа Госнелл, также знакомый Криса по прошлому фильму «Отель разбитых сердец», где Коламбус выступил режиссером. Как видите, команда была не самая престижная. Но зато все очень верили в проект. Всем нравился сценарий и новогодняя атмосфера. И все были готовы пробивать себе билет в прекрасный Голливуд. Следующим шагом стал поиск того самого дома. Ведь, по сути, если нет локации, то ни один из департаментов не может начать свою работу. Подходящий особняк нашли недалеко от Чикаго, на Линкольн-Авеню 671 в деревне Уэнетка. Нам нужно было найти дом, который бы подходил для трюков. Дом, который был бы визуально привлекательным, теплым и угрожающим одновременно. Это тот дом, где будь ты ребенком, тебе было бы весело остаться там одному. Дом, построенный в 1920 году, принадлежал Джону и Синтии Абеншайен. Во время съемок, которые длились 4 месяца, семья жила в доме. И их дочь, которой на тот момент было 6 лет, до сих пор вспоминает, как это было. Маккалей пользовался моей комнатой для уроков с его учителем, или же просто, чтобы беситься с братом Кираном. Дом, конечно, был найден подходящий, и все были счастливы. Но была одна небольшая проблема. Интерьер был слишком тесным, и банально не хватало места для съемочной группы и оборудования. Пытаясь сделать тестовые кадры, команда в буквальном смысле вываливалась из дома в силу нехватки пространства. В тот период в Чикаго не было подходящих студий, да и бюджет не позволял арендовать огромные кинопомещения. Поэтому пришлось креативить. Команда нашла местную заброшенную школу, где прежде Хьюз снимал клуб-завтрак. Ива создала интерьер дома внутри спортивного зала. Сцену с затопленным подвалом и вовсе сняли в декорации, которую построили в бассейне. Оригинальный дом был довольно прост дизайнен. Именно поэтому декорации выполнили в более праздничной цветовой гамме. Сочетание красных и зеленых цветов преследует нас весь фильм. И мы, сами того не подозревая, медленно, но уверенно пропитываемся магией праздника на протяжении всей ленты. Создатели постарались даже полностью воссоздать атмосферу нуара 50-х, сняв куски выдуманного фильма «Ангелы с грязными душами». Это настоящая магия цвета, которую не уловил ни один другой постановщик последующих дешевых ТВ и стриминг-продолжения одного дома. Но об этом позднее. Декорацию, значит, построили. Но, как обычно, решение одной проблем может стать причиной появления новой. Бюджет вырос с обещанных 10 до 14,7 миллионов долларов. Студия была согласна на 13,5 и не центом больше. В свою очередь, продюсеры ленты подумали, «Ну где 13,5, там 14,7». И они вновь отправились на студию заявить, что фильм получится только при бюджете в 14,7 миллионов. Уорнер выслушали, кивнули и закрыли проект. Но Джон Хьюз тайно встретился со студией 20-й век Фокс перед началом производства, чтобы узнать, профинансирует ли компания проект, если у Уорнера откажутся. По словам исполнительного продюсера Скотта Розенфальда, копия сценария была тайно доставлена Фоксом в обход юридическим ограничениям. Фоксом не только понравился сценарий, но они и сами предложили добавить в производство пару миллионов долларов. Особенно уморительная атмосфера была в стенах офиса, где расположились все производственные отделы. В каждый кабинет заходил представитель Уорнеров и говорил, «Проект закрывается». И следом тут же вбегал продюсер ленты и успокаивал. «Все хорошо, проект не закрывается». Таким образом продакшен установился чуть ли не в тот же день. И вот 14 февраля 1990 года съемки официально запустили. И продлились они почти два с половиной месяца. Помните киношную заповедь? «Никогда не работай с детьми и животными». Так вот, работать с Макалеем Калкиным в этом фильме для команды было одно удовольствие. Он действительно был очень приятным и талантливым парнем. К тому же Крис Коламбус искренне любит, а главное умеет работать с детьми на площадках. Калкин постоянно отжигал и импровизировал. Как, например, в сцене с лосьоном для бритья. Уор Калкина был импровизацией. Экспорнт настолько сильно запал в сердечке зрителей, что этот кадр стал визитной карточкой франшизы и был растиражирован где только можно. От постеров до бесконечных отсылок на легендарную картину «Крик» Эдварда Мунка. Найти талантливого ребенка, который будет слушать все команды и которого безоговорочно будет любить камера – это одно. Но вот найти по-настоящему обаятельного парня, который даже орать в кадре будет гомерически смешно – это уже совсем другая история. Калкин сделал этот фильм, и поэтому мы даже не пытались найти ребенка, способного повторить пластику Калкина в этом видео. Это невозможно. Ну, одно дело Макалей Калкин, но вот Джо Пеши… Ох, Джо Пеши был достаточно проблематичен. Пеши так привык играть в бандитских драмах, что сниматься в комедиях с детьми для него было очень непросто. Он оставался настоящим скорсезовским парнем. Иногда ему казалось, что диалоги очень слабые, не подходящие по статусу такому актеру. И к тому же, очевидно, он не мог ругаться матом. В один прекрасный день Пеши матернулся прямо при ребенке, на что Крис Коламбус отвел им в сторону и жестко отчитал. И Пеши выкрутился. Просто придумал свой язык. Так он переборол свою вредную привычку, и все наладилось. До тех пор, пока он не увидел, что в его смете дня стоит время прибытия на площадку с 7 утра. Дело в том, что Пеши большой фанат гольфа. И каждое утро он начинал с 9 лунок, и только после этого мог идти на работу. Пеши в ярости взял за воротник второго ассистента режиссера, который отвечал за расписание и повел в офис продюсеров, чтобы пожаловаться. Зная, что Пеши был востребованным актером, продюсеры пошли на компромисс и перенесли начало съемочного дня на 9 утра вместо 7. Но в остальном Пеши серьезно относился к комедийной роли. В перерывах между сценами он любым образом старался избегать Кевина, чтобы сохранить напряжение между ними. И у него это получилось хорошо. Настолько хорошо, что во время сцены, где Кевин висел на крючке, Пеши на самом деле укусил его палец, да так сильно, что у Макалея остался шрам. На площадке соблюдали определенный протокол при работе с детьми. Так, например, во время съемок эпизода, в котором Кевин прыгает на кровати своих родителей, режиссер попросил команду лечь на пол и страховать Кевина на случай, если он упадет во время прыжка. Или, например, снимая сцену, в которой мальчик листает журнал «Плейбой», «Коламбус» должен был быть уверен, что молодой актер не увидит обнаженных тел. Для этого в журнале были вклеены другие страницы, а оригинальные были отданы Джо Пеши. Калкин мог находиться на съемочной площадке только 5 часов в день и не позднее 22.00, что делало невозможным съемку ночных сцен. Исполнительный продюсер Тарковин Готч рассказал, что им нужно было изобретать способы, чтобы обойти это правило, когда других вариантов не оставалось. Макалею Калкину платили не астрономический гонорар, потому что это был его первый большой фильм. Так что, когда мы доходили до конца дня, у нас оставалось очень мало времени. Не было ничего удивительного в том, что мы его откровенно подкупали деньгами, а скорее его родителей, так как все деньги шли к ним. А иногда режиссеру просто приходилось прибегать к услугам дублера Ларри Николаса, которому на момент съемок было 30 лет. Пеши и Стерн также нуждались в дублерах. В фильме нет спецэффектов или компьютерной графики. Все, что видит на экране зрители, проделывали в реальности. Даже Тарантул на лице актера Дэниела Стерна был настоящим. А чтобы его не спугнуть, актеру просто пришлось открывать рот. И вот так. Хоть в фильме все эти гэги, падения и унижения бандитов смотрятся забавно, команда с замиранием сердца наблюдала за процессом на съемочной площадке. Снято. Фильм был отснят и на стадии монтажа все шло плавно. Криса все устраивала, все было в срок, кроме саундтрека. И у Криса возникла идея. А что, если мы попросим Уильямса? Я много лет знал Стивена Спилбера. Он связал меня с агентом Джона Уильямса, и Джон согласился посмотреть фильм. Он влюбился в «Один дом». Его музыка выбила картину на совершенно другой уровень. Несмотря на большие заслуги в кино и разноплановой саундтреке, «Один дом» стал для него настоящим вызовом. Написание музыки к американскому рождественскому фильму было для него совершенно новой задачей. Необходило было сохранить традиции рождественской музыки, звон колоколов, хор, настроение, но надо было сделать композицию оригинальной. Как потом вспоминал композитор, во время работы он вдохновлялся музыкой Петра Чайковского, который тот написал для Щелкунчика. И вполне заслуженно музыка, созданная Уильямсом для фильма, была номинирована на премию «Оскар». Гений! Когда лента была полностью готова к премьере, вся команда и продюсеры были настроены на то, что этот маленький низкобюджетный семейный фильм быстро прокатится по кинотеатрам в рождественский период и, возможно, окупится на ВХС. Ведь «Один дома» никак не мог соревноваться с «Роке-5», который тогда активно рекламировался по всей стране. В первые дни проката «Один дома» так и вовсе разгромили критики в пух и прах, называя его второсортной бесскусной комедией. Продюсеры думали, что если в первый уикенд фильм соберет 8 миллионов, это будет успех, который всех бы устроил. Но «Один дома» собирает 17. Картина стала номером один в первую неделю, потом вторую, третью, четвертую, и так продолжалась на протяжении двух месяцев. Фильм оставался в прокате в течение 12 недель и пробыл в первой десятке аж до июня 1991 года, в общей сложности собрав почти полмиллиарда долларов. «Один дома» стал самым кассовым фильмом в 1990 году и был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Что для меня «Один дома»? Это фундаментально важное кино. Это гимн своего времени. Так хорошо передать дух Америки 90-х не способен ни один фильм. Герои этой картины не романтизированы, не сошли с обложек каталогов, как это было у последователей франшизы. Они живые, обаятельные, местами грубые, местами вызывающие, но живые. Джон Хьюз выстроил идеальный механизм событий. От отца, который заранее случайно выкинул билеты Кевина в помойку, до виртуозных ловушек. Официально доказано, что эти штуки справедливости ради в жизни бы убили бандитов. И не раз. Но кого это сейчас вообще волнует? Все ранее перечисленные мной детали, будь то удачный кастинг, внимание к визуальным подробностям или хорошие отношения на съемочной площадке сложились в идеальную праздничную картину, которую мы запомнили навсегда. И мне кажется, никто и никогда подобного повторить не сможет. Этот фильм был авантюрным порывом души, и я скажу фильму «Ес». Никто и никогда не рассчитывал на такой успех и не ожидал, что фильм станет культовым достоянием кинематографа и действительно станет карьерным трамплином для многих людей из съемочной команды. Даже монтажер Раджа Госнел вырос до постановщика с Мурфиком. Такой проект на дороге не валяется, хотя его качество — это другой разговор. Но давайте не будем о плохом. Впереди у одного дома маячил неизбежный сиквел. Один дома 2 На волне успеха «Один дома» решили превратить во франшизу. Но если «Один дома 2» затерянный в Нью-Йорке, чье авторство также принадлежало дуэту Хьюза Коламбуса, практически полностью соответствует духу и стилистике первой картины, то последующие части представляют из себя жалкое зрелище. В случае со второй частью создатели решили пойти по проверенному пути. Взяли все самое лучшее от оригинала и приумножили его достоинств. Больше размаха, больше актеров, жестче ловушки, всего-всего-всего побольше, и это было верным решением. Даже Джон Хьюз, как мы помним, известный своим умением писать быстро и эффективно, был не совсем готов без промедления приступить к работе над продолжением. Поэтому, как позже признался режиссер Крис Коламбус, на перегонки со временем они решили сделать не столько продолжение, сколько ремейк оригинала в других декорациях, вынудив мальчика Кевина заблудиться в Нью-Йорке и повторив его битву с бандитами. Один Дома 2, затерянный в Нью-Йорке, единственное продолжение франшизы, в котором задействованы тот же сценарист и режиссер. И бюджет был такой же – 15 миллионов долларов. Но быстро стало понятно, почему Коламбус не согласился на дальнейшее продолжение. Он понял, что в этой киновселенной одного фильма было более чем достаточно. Даже вторая часть – это, по сути, притянутая за уши повторение. Как после сумасшедшего и явно нервного для матери и отца опыта первого фильма они снова умудряются оставить того же ребенка одного. Ребята, органы опеки по вам плачут. Но все это не отменяет того факта, что это приятная и не менее веселая картина, которая совсем немного растеряла уют и камерность по сравнению с оригиналом. Один Дома 2 до сих пор способен меня развеселить и создать праздничное настроение. Хоть и взрослые здесь стали еще более глупыми, но абсолютно любые шероховатости можно простить за появление Тима Карри. Этот безумный дядька стал настоящим бриллиантом сиквела. Главным вызовом съемок в Нью-Йорке стал не тот факт, что зима 1991-1992 года была одной из самых холодных, а узнаваемость Калкина. Став одним из самых известных актеров не только в Америке, но и во всем мире, Маккалей оброс огромной фан-базой, которая всегда знала, где он находится, и следила за ним. Фанаты лезли в кадр, портили дубли и мешали общему рабочему процессу. Только Джо Пеши, снова сыгравший из пыльчивого грабителя Гарри, отказался нянчиться с Калкиным, как со звездой. Однажды молодой актер набрался храбрости и спросил Пеши, почему он никогда не улыбается. Пеши отреагировал в своей обычной манере, сделав зверское лицо и прорычав «Заткнись!». Мальчик к нему больше не подходил. Удобная функция. К слову, сам Дональд Трамп в то время владел отелем «Плаза», и он разрешил съемочной группе снимать сцены в холле гостиницы в обмен на эпизодическую роль в фильме. «Коламбус» планировал не вставлять эту сцену, но оставил ее, так как тестовая аудитория приветствовала появление Трампа. Фильм стал вторым финансово успешным релизом 1992 года, заработав в США более 173 миллионов долларов после «Аладдин». Франшиза стала на расхват, диктофон Кевина превратился в авторский мерч, а прилавки магазинов стали заполнять видеоигры. Ну че, поиграем? Интересный факт. Хьюз прямо во время съемок сиквела оперативно настрочил сценарий «Один дома три», где Кевин уже тинейджер и хочет принципиально провести Рождество без родителей и семьи. Но драфт не заинтересовал студию. Да и ментальное состояние Макалей Калкина постепенно ухудшалось. Хотелось бы сейчас найти утерянный сюжет оригинального «Одного дома три». Все бы отдал за то, чтобы почитать его. Ну, почти все. За первую часть «Одного дома» Калкин получил 100 тысяч, а за вторую — 4,5 миллиона долларов. Чеки для 11-летнего ребенка были чем-то немыслимым. Калкин в 11 лет стал второй юной знаменитостью, которую пригласили в качестве ведущего в проект субботним вечером в прямом эфире. Чтобы закрепиться в статусе объекта зависти каждого ребенка на Западе, он подружился с Майклом Джексоном и снялся в клипе на «Black or White». Казалось, что весь мир у его ног. Успех мальчика дал Киту, менеджеру и отцу Макалея, огромное влияние в Голливуде. Потому что, если вы хотели Макалея, вы должны были пройти через общение с этим вспыльчивым и наглым мужчиной. В 1993 году журнал «Премьер» назвал Кита Калкина 48-м самым влиятельным человеком в Голливуде. Он опередил Майкла Дугласа и Эдди Мерфи. Кит часто брал на себя творческий контроль фильмов с участием Макалея и продвигал других братьев и сестер туда, куда они не хотели. Макалей Калкин после двух частей «Одного дома» снялся в серии других успешных фильмов, включая драму о совершеннолетии «Моя девочка», триллер «Хороший сын» и комедии «Богатенький Ричи». Картины почти также были финансово успешными, как и «Один дома». Но к 1994 году маленький Калкин просто-напросто выгорел. За 7 лет он снялся в 15 фильмах под безжалостным натиском отца, которого сам Калкин называл тираном. Парни ждало. Большое будущее, но случились наркотики, алкоголь и карьерные забвения. Однако сейчас Калкина начинают активно приглашать в интересные проекты. Будь то дефиле от Гуччи или съемки в «Американской истории ужаса». И пусть Инстаграм Макалея уже год как заброшен, но у нас есть возможность зарейдить его на странице и в Твиттере, и Инстаграме. Передать ему привет из России, поддержать его новостные и благотворительные проекты и высказать ему свой респект. Главное не подкалывать и не заострять внимание на роли Кевина МакАлистера. Этот парень способен на большее. Мне нравится динамика повествования в сиквеле. Мне нравится постоянная смена локаций и эстетика большого, шумного и суетливого Нью-Йорка. Мне нравятся эти нереалистичные ловушки, хотя тот же пранк с душем и надувной куклой невозможно реализовать за полминуты. Мне нравятся эти гипертрофированные образы. И особенно мне здесь нравится Кэтрин О'Хара. К слову, у нее с Макалеем Калкиным была настолько сильная химия на съемочной площадке, что Калкин до сих пор даже в телефонных разговорах называет ее мамой. И почти все визуальные гаги сиквела вызывают у меня улыбку даже после 20-го пересмотра ленты. Ну кроме глупого прыжка Марова в огромную дыру в полу и его превращение в скелет, это немного перебор. Было чертовски приятно в очередной раз окунуться в мир безумного гения Джона Хьюза, несмотря на все противоречия. Я люблю сиквел и скажу ему «Ес». Один Дома 2 не побил кассовый рекорд оригинала, но это никак не повлияло на навязчивую идею Хьюза сделать трик. Правильным ли это было решение? Спорный вопрос. Один Дома 3 Не желая упускать выгоду, студия решила пойти в другом направлении для Один Дома. По сути, перезагрузив франшизу с новой восходящей детской звездой Аликсом Линдсом. То есть без Калки. Съемки фильма Один Дома 3 начались в 1996 году по сценарию Джона Хьюза, который также был продюсером. Но Хьюз был единственной знаменитостью, дошедшей до третьего раунда. Калкин, очевидно, не принял участия. Один Дома 3 стал режиссерским дебютом того самого Раджи Госнелла, который смонтировал первые два фильма Один Дома, а потом снял в качестве режиссера Скуби-Ду и Смурфикал. Теперь в фильме орудовали не мелкие мошенники, а четыре международных шпиона, которые из-за путаницы с багажом потеряли украденный микрочип, спрятанный в машине с дистанционным управлением. Автомобиль попадает в руки 8-летнего Алекса, который один дома болеет ветрянкой. Алекс, как и Кевин МакКалистер до него, устраивает кучу ловушек, чтобы отбиться от бандита в своем доме. В общем, все как обычно. Конечно же, триквел не идет ни в какое сравнение с оригиналом. На этом фоне слоганы фильма в духе «ДАЖЕ ЛУЧШЕ», чем первые два, звучали раздражающе. Главному парню не хватает харизма МакКолея Калкина, так же, как не хватает харизмы абсолютно всем взрослым актерам в этом фильме. У плохих парней-террористов нет ярко выраженных характеров. И согласитесь, четыре шпиона-профессионала, которым надирает зад восьмилетний пацан, еще и больной ветрянкой – это фантасмагоричный нонсенс. Из фильма пропала атмосфера Рождества, исчезла динамика и обаяние режиссуры Криса Коламбуса, все стало монотонно, скучно и бездушно. Наверное, единственная плюшка в этом фильме – это маленькая Скарлетт Йоханс. Понятно, что Джон Хьюз как минимум хотел принести что-то новое во франшизу, сменив акценты, обстоятельства и персонажей. И в качестве самобытного продукта своего времени картину можно оценить на «Мэйби», но не более того. «Один дома 3» оказался неудачным по сравнению с предыдущими частями, заработав 79 миллионов долларов при бюджете в 32. Публика говорила – «Алекс Д. Линц не Макалей Калкин». Кинокарьера у парня в принципе не сложилась. Линц завершил ее в 2007 году. Это был последний фильм из серии «Один дома», получивший театральный прокат. За ним последовали два сиквела, снятые для телевидения, хотя чем меньше о них говорят, тем лучше. «Один дома 4» Права на франшизу оставались за компанией 20-й век «Вокс». И студия имела все основания передать франшизу в телевизионный отдел. Концепт «Один дома» был довольно прибыльным, и чтобы не терять баснословные суммы в прокате, можно просто по-тихому перекинуть проект на ТВ, минуя Джона Хьюза, что и произошло в период с 1997 по 2002 год. Справедливости ради, нужно сказать, что спустя 10 лет после появления оригинала мало кто был заинтересован в очередном сиквеле франшизы. Вставки были сделаны на то, что вдруг кто-то будет случайно листать телеканалы, наткнется на четвертую часть и ошибочно подумает, что квадриквел не хуже предыдущих частей. У сценаристов этого фильма возникла проблема. Со времен «Один дома 3» мир снова изменился. Персонаж Алекса был невозможен в эпоху после 11 сентября. Дети не могли бороться с террористами. С франшизы оставалось делать только одно — вернуть ее к истокам. Хорошие новости для всех, кто ненавидел Алекса. В этом фильме нам снова показали МакАлистеров. Да-да, все верно. Немного другие, но это МакАлистеры, точно вам говорю. Прямиком со стоковых фото сбежали. Но кое-что изменилось. Например, их внешность, а еще они живут в другом доме. Да, МакАлистеры, некогда парадигмы здорового американского семейства, развились. Но огорчаться из-за этого не стоит. Ведь у отца Кевина появилась новая молодая девушка по имени Натали. Питер и Натали хотят, чтобы дети приехали к ним погостить на Рождество и познакомились со своей будущей мачехой. Заодно провели бы время в компании королевской семьи, которая приедет с визитом к отцу Кевина. Но самое интересное началось, когда Марф, которого последний раз мы видели в «Один дома два», с тяжелой травмой головы застрял в доме с намерением похитить принца, когда тот прибудет. И пришел Марф не один, а со своей женой Верой. Ну а дальше вы, думаю, догадаетесь, что происходит. Планировалось, что фильм станет пилотом сериала. Поэтому у некоторых актеров в контракте были соответствующие пункты, согласно которым они должны были быть готовы вернуться на съемочную площадку. Но низкий рейтинг фильма перечеркнул эти планы. И слава богу! Кстати, у создателей хватило смелости обратиться к Дэниелу Стерну и пригласить его на роль. Но тот прочитал сценарий и вежливо отказался. Как вы могли догадаться, этот фильм был разгромлен критиками в пух и прах и получил низкие рейтинги с гневом фанатов оригинала. Это дешевое недоразумение, которое лишило нас снега, рождественской атмосферы, ярких ловушек и обаятельного мальчика. Приходилось лишь кринжово хихикать скривля Немарова и его супруги Веры. Это кино настолько неправильное, что даже вызывает неподдельный интерес. В детстве у меня был свой DVD-диск с этим фильмом. При каждом просмотре всячески старался найти хоть какие-нибудь преимущества в этой картине. Но попытки были тщетные. И я скажу «ноу». Нормально так покринжевать Сквадрикова можно и в моем обзоре трехлетней давности. Не поверите, но каким-то образом в 2012 году вышла еще и пятая часть. Один дома пять. Как и в «Один дома три», в этой части также нет Маккальстеров. Их заменила другая семья. Бакстеры. Десятилетние финны, его старшая сестра Алексис и их родители Кертис и Кэтрин переезжают из Калифорнии в Мэ. В доме хранится затерянная картина Эдварда Мунка стоимостью в несколько миллионов долларов. Конечно, в то время как бакстеры не осознают, что у них есть такое сокровище, троица преступников. Это понимают. Хьюз, Джессика и Синклер планируют ограбить это место. Все трое договариваются ворваться дом, пока семья будет на рождественской вечеринке. Но на праздник идут только родители, оставляя детей бороться с жуликами в духе классического одного дома. И угадайте, кто победит. Удивительно, что на этот раз канал ABC хотя бы чуть-чуть, но постарался. Бюджет, очевидно, увеличился. А на роль одного из грабителей записался сам Малькольм Макдауэлл. Заводной апельсин, ты что тут забыл? В пятую часть даже умудрились завести шутки. Шутки, которые иногда рассчитаны далеко не на детей. Не шлёпайте меня! И мне кажется, тут создатели решили сделать акцент на аудиторию постарше. Но это не отменяет общего вайба Шарпотреба. Персонажи теперь постоянно ссылаются на оригинальные фильмы. И всё это приправлено раздражающим главным героем. Я скажу ноу и дай бог им здоровья. Больше не хочу к этому возвращаться. Один дома шесть? Четыре года назад режиссёр Дэн Мейзер получил звонок от своего агента сообщением о том, что Дисней думает о продолжении перезапуске или мягком ребуте одного дома и попросили Дэна написать пич для сценария. Но тот отказался, посчитав это ужасной идеей. Для тех, кто не знает, Мейзер – главный вдохновитель фильмов Саша Барон Коэна. Он их сценарист и продюсер. Следовательно, у Дэна, может быть, и есть талант написания комедии, но все они далеко не детские фильмы. Через два года Мейзеру снова позвонили, но уже с готовым сценарием и предложили стать режиссёром картины для Дисней Плюс. Видимо, помимо этого, Дисней пообещал ещё пару миллионов, но чтобы уж наверняка хоть кто-нибудь снял этот фильм. Мейзер оправдывает критику пересъёмок оригинального фильма тем, что, видите ли, у Марвел и Диси есть свои вселенные. А почему у одного дома не может быть? Конечно, может. Только фильмы можно писать хороший, а не перевёрнутый с ног на голову ужас, где мальчик стал зажиточным болваном. А главными героями-бандитами выставляют бестующих супругов. И зрители изо всех сил стараются развеселить физическим насилием по отношению к этим людям. В шестом фильме подразумевалось камео Кевина МакКалистера, который должен был прорекламировать в телевизоре систему защиты дома от воров. Но даже Калкин решил держаться подальше от проекта. По сути, единственной сценой, напоминающей нам об оригинале, является момент с ремейком «Ангелов с грязными душами в космосе», где герои произносят великолепную фразу В общем, вы поняли. Это железобетонное «ноу». Крис Коламбус назвал перезапуск пустой тратой времени, но пофантазировал насчёт триквела его мечты. «Если бы я всё же решил перезапустить картину, я думаю, её героями бы стали 33-летний Кевин МакКалистер, унаследовавший дом от родителей, и его смышлённый сын. А Гарри и Марф по-прежнему жаждали бы мести и мечтали вернуться в этот дом. На этот раз, чтобы достать сына Кевина». Это звучит более адекватно, нежели то, что нам предложил ребут. Но дизлайки, негативная реакция и низкие рейтинги, очевидно, похоронили франшизу глубоко и надолго. И слава богу, к чему вообще эти бесконечные пассажи, о неудавшихся сиквелах. А всё дело в том, что эти картины наглядно показывают, насколько оригинальный «Один дома» — потрясающее и неповторимое кино. Наследие Джона Хьюза останется с нами ещё на многие годы благодаря невероятному труду всей команды первой части, которая была готова сделать всё, чтобы зрители оценили их историю. Ну и, конечно же, главный счастливчик Крис Коламбус, который позже отправился покорять волшебный мир Гарри Поттера. Несмотря на то, что «Один дома» был самым коммерчески удачным проектом сценариста Джона Хьюза, фильм не стал вьюнцом его карьеры. Так, например, в 1991 году по его сценарию вышла картина «Кудряшка с Ю», в 1992 — «Битковин», а в 1996 — «Стоя один далматинец». В конце 90-х Хьюз вернулся в родной Иллинойс и совершенно перестал общаться с прессой. Он оставил кино и занялся оферами. В 2009 году, когда ему было 59 лет, во время прогулки Джон Хьюз умер от сердечного приступа. И это была настоящая трагедия. Умер голос эпохи. Умер голос молодежного кино 80-х и 90-х, которое сильно повлияло на новое поколение кинематографистов. Даже условный «Человек-паук» возвращения домой постоянно отсылал нас к клубу «Завтрак» и выходному дню Ферриса Бьюлера. Приводить такие примеры можно бесконечно, но одно понятно точно. Джон Хьюз — гений, который подарил нам детство и светлые ему памяти. Лично для меня «Один дома» — это символ Нового Года. Хотите верьте, хотите нет, но уже 15 лет подряд мы с моим другом детства Толей каждый раз встречаемся под Новый Год, заказываем сырную пиццу и пересматриваем первую или вторую часть. Это уже традиция, своеобразный ритуал. Без этого ритуала Новый Год для нас не Новый Год. И я считаю, в наши не самые легкие времена традиции как никогда важны. Как, например, моя новогодняя традиция призывать делать добрые вещи. Многие, как никогда, нуждаются в праздничном чуде. И я считаю безумно важным пожертвовать любую сумму, хоть один рубль фонды детских домов, домов престарелых и хосписов. Ссылки на проверенные фонды есть в описании. И с наступающим, дорогие друзья! Год был безумно важным и, надеюсь, в следующем году мы с командой еще обязательно удивим вас. Спасибо, что были с нами. Безумно люблю и обнимаю. Давайте делать хорошие вещи. Безумно люблю и обнимаю. Безумно люблю и обнимаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...